Меня зовут Александр Никитин, я уже лет 30 работаю в Белоне всего лишь, и в принципе Белона начинала свою работу, свою деятельность в России с темы ядерное наследие, о чем сейчас я очень кратко, быстро, торопец, потому что все уже устали, быстренько вам кое-что расскажу. И все начиналось с ядерного наследия, и мы достигли, ну я имею ввиду, когда мы говорим мы, это Белона, это не мы, Александр Никитин, вот, и Белона на самом деле достигла достаточно хороших результатов, вот, в области ликвидации этого ядерного наследия, который нам подарил наш любимый Советский Союз, который мы вспоминаем каждый день, вот, с людьми, которые были в Советском Союзе, жили, вот. Но, к сожалению, 24 февраля 2002 года мы остановились, Белона остановилась, Белона ушла из России, Белона ушла из тех проектов, которые она сама же инициировала, и которые сама же сопровождала все это время, активно очень сопровождала, не просто присутствовала. Мы ушли, ушли фонды, все международные, ушли правительства, европейские, американские, канадские, японские и все прочие, которые участвовали в этих проектах по ликвидации этого ядерного наследия, и оставили Россию один на один с этим добром, которое мы называем ядерное наследие, и нам, конечно, очень важно сейчас понимать, что будет происходить с этим ядерным наследием. Белону очень внимательно сейчас, вот, у нас есть замечательные эксперты, вот, Дмитрий Корчаков, который должен был выступать, и он любезно мне позволил сказать два слова. У нас есть эксперты, которые практически каждый день, ежедневно отслеживают, что происходит с вопросами, атомными вопросами в России, что происходит в Росатоме, что происходит с тем наследием, которое не контролируется, такое наследие тоже есть, оно лежит там, валяется, затоплено и так далее. И мы очень внимательно это все смотрим. Мы готовим документы, в которых можно посмотреть, что происходит там, ежемесячный дайджест событий с нашими комментариями и с тем, что мы обращаем внимание на те важные моменты, которые происходят. Мы готовим рабочие документы, доклады, в которых тоже стараемся понять, что происходит, потому что это очень важно. Вообще ядерная тема, она очень важна, и она обострилась, когда началась война. Потому что впервые в мире вообще-то было захвачено ядерный объект, то есть совершен, собственно говоря, ядерный терроризм. Захват ядерного объекта, это классифицируется как ядерный терроризм. И другого, собственно говоря, другой классификации нет. И мы смотрим сейчас очень внимательно за Запорожской атомной станцией. Мы посмотрели, что произошло на Чернобыльской атомной, куда сначала вошли русские войска. И Белон этим очень плотно занимается. Теперь пару слов о теме, той теме, по которой я постарался кое-что написать в своей статье. И очень быстро, я покажу вам, у меня такой нет презентации, но я покажу пару карт, чтобы вам было понятно, о чем я говорю. Это вот регион, Арктический регион, в котором сосредоточены основные проблемы так называемого ядерного наследия. Это то, что осталось от Советского Союза. Это, как вы видите, в основном Кольский полуостров, да, с теми точками горячими, которые там присутствуют. Вот. В первую очередь, вот, Белона обратила свое внимание и работала с объектом, который называется Андреева губа, Андреева бель там наверху. Это вообще уникальное хранилище, и Белона очень горда тем, что мы работали на уникальном хранилище, которого нет вообще в мире нигде. Нигде в мире сто активных зон из реакторов, из реакторов корабельных реакторов, это подводные лодки, надводные корабли, хранились в таком состоянии, как они хранились в Андреевой губе. Вот если вы откроете картинку, там, в середине, там, где моя статья, да, там на первой странице видно, вот это хранилище сфотографировано в таком виде, это все в середине журнала. Это хранилище, вот это видно, в каком состоянии хранились эти ядерные отходы. Это активные зоны, отработавшие ядерное топливо из подводных лодок, в основном, из атомных ледоколов, из атомных надводных кораблей. Это все было сосредоточено в Андреевой губе. И вот прошло уже 20 лет, больше 20 лет, потому что где-то в 97-м году, в 96-м, 97-м, 98-м, мы начали активно, Беллона начала активно работать над этой темой. Прошло уже более 20 лет, и этот проект еще не завершен. Мы, чем, чем, какое было преимущество у нас, когда мы были в России? Мы могли очень плотно контролировать то, что происходит. Потому что там работали норвежские деньги, там работали деньги других стран, и Россия охотно, как говорится, за эти деньги пускала туда для того, чтобы посмотреть, проконтролировать, задать вопросы, поговорить с кем-то, оценить ситуацию. Это все было. И мы смотрели, и мы все видели. После 24-го мы видим только и слышим только, некоторые нюансы, и нас смущает, что иногда эти нюансы недостаточно корректны для того, чтобы оценить то, что там вообще на самом деле есть на этих регионах. Андреево Губаев, заканчивая по Андреево Губе, потом я покажу картинки, не буду сейчас листать, в Андреево Губе сейчас где-то 56% вот этих отработавших тепловыделяющих сборов выгружены, отправили на Урал, на Маяк, остальные будут выгружать, и обещают выгрузить их где-то к 28-30-му году. Мы оцениваем это достаточно спокойно, потому что там осталось самое тяжелое. Выгрузили все простое, что было, которые вынимались, тепловыделяющие сборки, которые можно было достать, которые можно было поднять, которые можно было перегрузить, загрузить, а сейчас остались проблемные, те, которые аварийные, те, которые по каким-то образом, по какому-то случаю сломаны, ну и так далее. И теперь вот на эту каждую тепловыделяющую сборку, которая будет оттуда выниматься, я боюсь, что потребуется, может потребоваться отдельная технологическая процедура. А что такое разработка отдельной технологической процедуры, вы сами понимаете, это заказы, это институты, это деньги, это проект, это обкатка, это стенды, и это можно до бесконечности, как говорится, тренироваться, тренироваться, вынимать такие сборки. Поэтому мы достаточно спокойно, а иногда скептически смотрим на те сроки, которые нам рассказывают, про которые нам рассказывают Росатом. Ну, проще, конечно, с радиоактивными отходами, это проще, потому что их надо просто оттуда удалять, которые там накоплены, и перевозить в другое место, другое место такое есть, построены за, эти все проекты, я хочу сказать, вот, и в Андреевой Губе, и в Гремихе, и в Сайде Губе, и на Нерпе, и там, в других местах, это все деньги, ну, не все, но в основном это были западные деньги, это деньги правительств западных, по нашим подсчетам, где-то примерно миллиарда два евро было вложено за это время, для того, чтобы это все, как говорится, пошевелить, там, не ликвидировать, а пошевелить, вот, дальше есть другие районы, но я сейчас хочу остановиться буквально кратко на так называемых затопленных и затонувших ядерно-радиационно-опасных объектах, вот, если пролистать чуть-чуть, Виталик, следующий слайд, где тут у нас, а, вот этот вот, да, вот вокруг, в свое время, вокруг земли, малой, вокруг новой земли, просто, как говорится, топили вот эти радиоактивные отходы, и хуже всего, что топили ядерные отходы, то есть ядерный материал, и это сложно и страшно, потому что ядерный материал это такая штука, что при определенных условиях из ядерного материала вдруг неожиданно, ни для кого неожиданно, происходит ядерный взрыв, и вот это вот то, что мой учитель, академик Саркисов Ашатар Акелович, который в прошлом году умер, он писал об этом, что на К-27, например, которая затоплена вот в этом районе, одна из проблем их лодок, при определенных условиях, и в Андреево губе тоже, кстати, при определенных условиях может произойти вот то, что мы называем ядерным взрывом, потому что высокообогащенное топливо, протечки, вода, организация цепной, самоуправляемой цепной реакции, неконтролируемой, ну и так далее, со всеми последствиями, поэтому проблема поднять вот эти затонувшие затопленные объекты, это мы считаем по оценкам Билона, это проблема фактически номер один, наряду с Андреевой губой, это вот два объекта, Андреева и затопленные затонувшие, по затопленным затонувшим мы обращаем внимание на две подводные лодки, которые, в реакторах которых отработавшие ядерное топливо, это К-27 и 159-я подводная лодка, которая тоже, как всегда бывает в военно-морском флоте, внезапно утонула, вот она тащили, тащили, и вот она раз, и утонула, вот, и это, конечно, произошло на входе в Кольский залив, и до сих пор она лежит там на глубине порядка 100 с лишним метров, вот, и ее, конечно, надо поднять, потому что эту подводную, если К-27 реактор готовили к затоплению, там определенные делали операции, технологические операции, заполняли фруфуролом, реактор, и так далее, и так далее, то внезапность вот затопления 159-й, оно страшно тем, что реактор не готов к тому, чтобы быть безопасным, совсем не готов, они тоже, ведь тоже не готовы, но этот совсем не готов, чтобы быть безопасным, поэтому речь шла, и мы активно работали над тем, чтобы вот эти два объекта в первую очередь надо было поднять и обезвредить, но, к сожалению, началась война, тоже вот внезапно, и поэтому все, кто хотел дать денег на эти операции, они ушли, сама Россия, они готовы, они говорят, они готовы поднять сами, но мы знаем, как поднимался Курск, мы знаем, кто открывал, значит, люки в Курске, знаем, кто спускался к Курску, знаем, как Курск поднимал, знаем, какая компания поднимала Курск, я вам по секрету скажу, что это была не российская, вот, и поэтому, ну, нету таких сил и средств, которые бы мы сейчас могли сказать, что Россия готова завтра начинать поднимать вот эти объекты, вот, по всей видимости, ситуация, история с этими объектами, она будет очень длительная, мы смотрим, конечно, на это относительно спокойно, но в то же время мы понимаем, что надо бы что-то делать. Я сейчас просто не хочу все перечислять объекты, потому что на самом деле этих объектов много, да, и они все сосредоточены вот в тех районах, которые мы показывали, некоторые объекты действительно переведены, если сейчас полистать немножко эти снимки, которые есть, Виталь, полистай, пожалуйста, вот Андрея Лагуба, видите, она вот сейчас, она красиво выглядит, она вообще шикарно выглядит по сравнению с тем, что было, сколько денег вложено, сколько сил потрачено, это, конечно, не передать, потому что это была, подожди, немножко, это была разруха, вон там вот вверху, вот там вот красное здание, это единственная проблема, которую сейчас не знают, что делать с этой проблемой, это старое хранилище, отработавшее топливо, из-за которого началась вся эта история ликвидации Андрея Лагуби, если бы с космоса американцы не увидели, что там течет с этого здания радиоактивный ручей, мы бы до сих пор не знали, что там течет радиоактивный ручей, они увидели и спрашивают, а что у вас такое, а покойный адмирал Мормуль, который наш друг, вообще-то, который тогда командовал техническим управлением Северного флота, я их почему все знают, я на подводных лодках 13 лет проплавал, и потом еще там 10 лет в инспекции ядерной безопасности прослужил, поэтому я их всех знаю, и Николай Григорьевич Мормуль, которому позвонили, говорят, у вас там ручей течет, он говорит, да не может быть, поехал, посмотрел, действительно течет, пришлось, значит, топливо оттуда все выгружать, перегружать, вот, в другие места, но до сих пор не могут сказать, что точно надо сделать, потому что нету технологии, нету оборудования, которое бы надо применить для того, чтобы очистить это хранилище старое, нету тех, которые вытащат оттуда упавшие тепловыделяющие сборки, это вот одна из проблем Андреевой губы, губы, но денег уже потрачено много, в том числе и норвежским правительством, за что лично я говорю, спасибо норвежцам, вот мой норвежский друг сидит, он смотрит на меня, вот, переключи, пожалуйста, дальше, вот Сайда, да, 800 миллионов евро денег Германии, Сайда, это вообще, когда мы туда пришли первый раз, и мой товарищ Игорь Кудрик сделал фотографию, его поймали, потом посадили, потом отпустили, а меня дальше хотели посадить, но тоже отпустили потом, в общем, это история хорошая история такая, вот, там был рыболовецкий колхоз, был такой нищий-нищий, старый-старый, с дырявыми кораблями, и вот это вот все, что сделано, площадка, на площадке сейчас 150 реакторных отсеков, вот там вот видно, они там выстраиваются, вот, другие объекты, но 800 миллионов евро, вот, но 800 миллионов евро, немецкий денег, вот, дальше, что там еще можно показать, интересно, я к чему все это говорю, а, это гремиха, вот это гремиха, вообще интересный объект, это так называемый богом забытая дыра, вот, извините за выражение, а, да, это вот такая богом забытая дыра, я там был пару раз, это, это, если хотите что-нибудь страшное увидеть, надо в гремиху смотаться, это, туда, там, туда нет дорог, туда нету ни железных, никаких, туда можно доехать на корабле, как она там называется, вот, Клавдия Иванская, да, вот, качает эту Клавдию несчастную, вот, рискуешь утонуть, но можно туда доплыть за ночь, до этой гремихи, что в этой гремихе особенного, то, что там вот такая разруха практически осталась, единственное, что Франция дала денег и там сделали технологические объекты, в которых выгружают топливо из подводных лодок с жиркометаллическим теплоносителем, вот, спасибо Франции, они помогли разгрузить вот эти все лодки 705-го проекта, которые были в России, которые утилизировали, вот, интересные подводные лодки, очень быстрые, мы по ним стреляли, они от нас убегали, торпеда не догоняет эту лодку, вот, хорошие такие лодки, на самом деле, но атомные установки этих лодок полные, извиняюсь, ерунда, очень тяжело их эксплуатировать, постоянно были у нас проблемы с этими эксплуатацией, поскольку я был, как раз, служил в этой дивизии, правда, на соседней подводной лодке, вот, собственно говоря, вот, этот объект, есть там еще какие-нибудь объекты у нас, нету, а, вот, еще одна подводная лодка, вот, но, что я хочу сказать, что много денег потрачено, много работы сделано, мы гордились тем, что мы были у истоков всех этих проектов, и там есть такой проект Лепси, который разрезали сейчас, это страшное плавучее хранилище, есть другие проекты, но мы сейчас потеряли, грубо говоря, контроль над этими объектами, с точки зрения того, что в последнее время, вот, когда мы с Катей встречались, я возглавлял комиссию по экологии общественного совета Росата, и я знал все, да, я знал абсолютно все, и доступ был там, начиная там, ну, так, честно говоря, начиная с Лихачева и заканчивая Кириенко, или наоборот, как они там устроены, нет, ну, на самом деле мы все знали, это было, и могли, и могли каким-то образом на это воздействовать, сейчас, к сожалению, это не происходит, вот, выступал, выступал Дмитрий сейчас, он упоминал о том, что мы встречались, я сейчас говорил о так называемом ядерном наследии, но кроме ядерного наследия есть уже, как говорится, российские объекты, которые построены уже в период, когда Россия уже была государством, да, Россия была, суверенным государством, суверенным, 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 вот, когда Россия была уже суверенным государством, вот, и вот то, о чем говорил Дмитрий, это, конечно, плавучая атомная станция, я, я, мы на ней были, когда она строилась в Санкт-Петербурге, долго строилась, потом, значит, она шла тут мимо Норвегии, мы ее тоже поприветствовали, потом, значит, должны были поехать туда, где ее поставили в Певек, но ехать мне не хотелось, и я попросил Диму съездить туда, вот, Дима может рассказать, он там был, вот, и что я хочу сказать, что вчера вдруг вижу Потанин обнимается с Лихачевым, думаю, что-то они такие друзья, а они, оказывается, вчера подписали договор, о том, что Росатом построит Малую АЭС, где? Норильске. Вот, судя поеду. А? Вот, судя поеду. Да, вот, все, вот, поэтому, как говорится, объектов прибавляется, я согласен с тем, что объекты на самом деле, ну, как и все атомные, достаточно опасные, потому что все атомные, достаточно, иногда неприятные и опасные, если, особенно, если плохо обращаться с ними, но, кроме вот этих, сейчас очень, все хотят построить, даже в Норвегии хотят построить малую, вот, Оскар против, чтобы строили в Норвегии малую атомную станцию, но там есть желающие построить малую атомную станцию, даже в Норвегии, вот, Все хотят построить эти малые атомные станции, говорят, что это безопасно, это хорошо, но я вам хочу сказать, что я, как говорится, 24 года эксплуатировал, ну и надсирал за безопасностью этих малых атомных станций, которые стоят на, можно их как угодно назвать, которые стоят на атомных кораблях. И там бывает всякое, и бывает иногда очень и очень неприятно, когда что-то там происходит. Вот, собственно говоря, мой такой краткий рассказ.